Какой у тебя был день? Хороший, даже с приключениями. В смысле, что там было? Мы с одним мальчиком там кидались друг друга камнями. Очень хороший день, ничего себе. А зачем же вы бросались камнями? Я сейчас хочу. Так вот, я когда пришел и вижу, кто-то кидается камнями. И думаю, кто меня кидается камнями? Один мальчик кидался камнями. И эти камни чуть не попадали ко мне. Ничего себе. И я спрятался от опасности, как говорится. И много, и много-много выстрелов было. И тот пришел такой дяденька и кричит «Шо вы там то-то, сё-то?» И дальше я не буду говорить, что он там говорил. Я, короче, извиня... То есть я говорю тому дяде, что извините, товарищи, они это не специально, они это, знаете, специально решили стрелять, войнушку сделали. А поликот был это домик. Заброшен? Да. Не этот домик. Ну, я поняла. Там, на углу. Да. И вот. Ну, теперь я этот день запомнил, как отче наш. Знаете, как. Теперь не кидаться, не бросаться, полигоны не устраивать. То есть тот мужчина вам строго что-то сказал? Угу. И я ему говорю, что товарищи эти специально устроили этот полигон, войнушку. Сначала они не кидались, ну, Антон и какой-то ещё там мальчик. Они там сначала дрались, потом кидали камни. Вот так. Переходный возраст, скажи мне. Переходной возраст, знаете, когда? Да. Да, вот. Переходной возраст, это когда вот меняется всё в человеке. Ну, так. А как чувствуешь ты себя? Ну, знаете, иногда тяжело, иногда... Тебе сколько лет? Мне 12 лет. Ну, да, уже у тебя начинается переходный возраст. Да. Ну, иногда мне легче, иногда тяжелее. Ну, как, что значит тяжело? Что значит тяжело? Например, тяжело мне, например, в каких-то предметах, в каких-то ещё. Учиться становится тяжело? Да. Понятно. Какие-то предметы я люблю, какие-то я не люблю. А отношения к учителям у тебя как? Нормально. Нормально с учителем. Никаких пререканий. А отношения с твоими этими друзьями как? У меня с друзьями всё в порядке. Я с ними общаюсь. Особенно у меня тут подруга есть. Она, честно говоря, в 10 классе учится. Кто? Кристина. А я её не знаю, кстати. Она учится со мной в одной школе. Да? Да. Я не знаю. И она, знаете, она в меня влюбилась. Да ты что? А я пока не знаю, что говорить. А ей сколько лет? 16. А мне 12. Я ей говорю, у нас же с тобой разные пути, разное всё. Она всё равно, как говорится, любит меня всё равно. Ты что, серьёзно? Серьёзно. Я не знаю. Подожди, у тебя была Ира, насколько я знаю. Она даже тебя поцеловала. Один раз. Да, но мы с ней расстались. Мы не любим друг друга, если честно. Подожди, Ира, она же всё-таки помладше будет той, что 16 лет. Да. Но, если честно, Ира меня специально поцеловала. Да ты что? Да. А зачем? Не знаю. Может так, поиздеваться и не будет. Просто. Да не, значит, ты ей нравишься. Чего девочка будет? У неё, между прочим, бойфред есть. Как зовут его? Не знаю, она не говорила. А Ире сколько лет? Вообще-то, где-то 13 лет. А, тебе 12 и 13. Ну, тоже, видишь, старушка. Тебе же 12 лет. Тебе вообще, зачем тебе о девочках думать? Тебе нужно футбол погонять. Ну, знаете, я привык ещё... Поплавать у нас в озере тебе нужно. Да, мне нравится вообще-то плавать. Тебе нравится плавать? Ну, вот. Видишь, как здорово. Надо вам резиновую лодку с Олегом где-то приобрести и вот поплавать. Нет, у нас резиновая лодка есть. А у нас нету. Мой дедушка купил для рыбалки, специально для рыбалки. Ясно. Понятно. Иногда стараемся есть и рыбачить, иногда. Знаете, он очень рано выезжать на рыбалку. Знаете, когда у меня учебная, жду и всё. Тебя проверяют? Да. Она ещё... Меня проверяют и домашние задания, и тетради меня проверяют. А одежду зачем проверяют? Ну, так, есть сигареты, вы знаете, как обычно. Так ты что, куришь? Нет. А пытался, видимо? И не пытался. А с чего б тебя проверяли?